Дискуссия 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 Это базовые знания, умения и навыки, потому что никакие компетенции, никакие личностные качества мы с вами сформировать не сможем, не имея очень серьезной базы. Мы пока живем заложниками ЕГЭ и Рособорнадзора. Мы дрессируем своих детей на ЕГЭ, на АГЭ, теперь на ВПРы и забываем о том, что современный бизнес ждет от системы образования другого. Самое простое – надрессировать, а потом проверить. А самое сложное – это сформировать личность человека, который готов жить в быстро меняющемся, сложном, непредсказуемом мире, где все может измениться буквально по щелчку. Как неделю назад мы с вами прочитали, что Илон Маск создал корпорацию по нейронету, объединение мозга человека с интернетом, и мы понимаем, что это не блеф, что это не шутки, а это уже что-то на уровне прототипов, и в ближайшее время мы это увидим. Буквально неделю назад ПИЗа объявила о том, что с 2018 года она начинает вести проверку не просто на том уровне, который у нас с вами был, сложные задачи, но в ПИЗе навыки и компетенции 21 века получили новое определение – глобальные навыки. И с 2018 года начнется проверка в рамках ОСР на это. Готова ли наша страна к этому? Что нужно сделать для того, чтобы наши дети были успешны и готовы к жизни в этом удивительно интересном, но удивительно быстро меняющемся мире? Давайте сегодня на эту тему поговорим. Я попросил прийти людей, которые непосредственно с этим занимаются, кто-то на уровне исследований, кто-то на уровне своей длительной практической деятельности. Давайте я, может быть, начну, Андрей Константинович, с вас, потому что вы ведете эти исследования в рамках фонда Сбербанка, да? Ну давайте, пожалуйста. Давайте. Наверное, у многих присутствующих есть вопрос, а как вообще, что может вообще связывать такую бизнес-организацию, как Сбербанк, с навыками 21 века и тем более… Ну да, объявили о том, что 3000 юристов уволите, потому что их роботы заменят, и теперь говорите, что вас связывают. Уже кто-то сказал, что все, кого уволят из Сбербанка, всех возьмут в почту России. Ненадолго. Да, 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 видимо ненадолго. Значит, понятно, что, ну я так попытаюсь сразу от двух организаций, и от самого Сбербанка, и от фонда Сбербанка «Вклад в будущее», который все-таки не коммерческая организация, имеющая одну из целей своей деятельности – поддержку образования. Значит, конечно, у изначального интереса Сбербанка к этой теме есть бизнес-корни, да, есть материалистичные какие-то предпосылки. Почему? Потому что мир меняется очень стремительно, экономика меняется очень стремительно, и даже если мы этого с вами не видим, то те технологии, которые распространяются сейчас, они просто угрожают существованию многих компаний. И, ну, как бы простой пример, мог ли кто-то из нас пять лет назад представить, что рынок такси будут держать там три компании, ни одна из которых не имеет ни одной своей машины и не нанялась ни одного своего водителя такси. Да, Uber, Getty, там, в нашем случае Яндекс.Такси. Вот примерно то же самое сейчас происходит с финансовой сферой. Есть очень много… То есть у нас будет только Сбербанк? Да если бы, но вот недавно слышали новость Amazon, да, такая компания американская, которая доставляет, да, изначально доставляла всякие товары, посылки, они запустили свой финансовый сервис. То есть банковская отрасль испытывает конкуренцию нарастающую со стороны небанковских организаций. И там через 10 лет той банковской системы, которая есть сейчас в нынешнем виде, ее просто не будет. Поэтому если ты хочешь выжить, то нужно адаптироваться к этому, как-то меняться. А значит что? Значит нужны люди, которые обладают определенными качествами. При этом, ну, процент таких людей даже в Сбербанке, организации, которая стремится, да, этих людей к себе принимать, он гораздо меньше, чем хотелось бы. Поэтому, ну, с чего начал Сбербанк? Сбербанк начал с исследования этой темы для себя, с того, какие навыки нужны сотрудникам банка. И мы сформировали новую модель компетенций, недавно мы ее запустили. Там 6 таких глобальных компетенций. А посмотреть можно, есть, да? Она есть тут на слайдах, но, значит, вы на самом деле их всех узнаете. То есть это все из достаточно стандартного списка компетенций 21 века. Кроме них, пожалуй, только клиентоориентированность. Есть такое слово в Сбербанке. То есть то, что приближает нас к клиенту. Но самое главное, что мы понимаем, что наш интерес не ограничивается интересом к тем людям, которых мы вот смотрим на рынки труда и принимаем. Мы понимаем, что вот эти вот навыки, они более фундаментальны. Они закладываются гораздо раньше в людей. И они закладываются даже не в вузах, а в школах. То есть вопрос, когда нужно начинать формировать эти навыки 21 века в людях. Их надо начинать, ну, на Западе бытует мнение, что там некоторые вещи, например, работа в команде начинается с 4 лет. То есть в нашей идеологии это детский сад еще. То есть это даже дошкольное образование. С этим связан интерес банка к школьному образованию в том числе. Ну и поскольку у нас руководители наши мыслят широко, то они стремятся повлиять не только на наш конкретный Сбербанк, они стремятся сделать что-то полезное для страны в целом. Поэтому создан фонд «Вклад в будущее». Одна из специализаций фонда – это программа современное образование. И вот в рамках этой программы у нас стартовал проект, который называется «Навыки будущего». Ключевые, ну, я даже не знаю, не буду, наверное, рисковать показывать вам слайды здесь. Коллеги, мы потом презентацию все снимем и мы повесим на нашем сайте. Суть в том, что мы хотим понять, какие у современного образования могут быть ориентиры вообще в компетентностном подходе в том, каким образом осваивать вот эти вот навыки и компетенции 21 века. Мы вошли для этого в партнерство с Высшей школой экономики. И Высшая школа экономики привлекает несколько ключевых зарубежных школ, научных школ в области образования. То есть своих нет? Ну, свои тоже есть. Просто наша идея в том, что… Ну, и не только идея, а вот то, что мы поняли, пообщавшись с нашим экспертным сообществом, с нашими людьми из науки, у нас у всех очень разрозненные позиции по этому вопросу. Даже внутри одного вуза, внутри одной группы людей может быть разная терминология, может быть разное видение каких-то вещей. Поэтому очень хочется прийти к какому-то консенсусу, как внутри страны, так и взяв какие-то международные практики, а может быть какие-то российские практики пойдут за рубеж на выходе. И то, что мы начали делать, то, что мы вот вскрыли сейчас уже такую какую-то первичную проблематику, мы, например, испытываем некоторое волнение, потому что мало кто в науке пока воспринимает бизнес, Сбербанк как бизнес, как какую-то сторону, которая вообще на что-то может влиять. Ну, вы там в бизнесе, ну, может быть, хотите роботов каких-то сделать для того, чтобы они пришли к вам работать. Нет, мы не хотим сделать роботов, мы хотим скорее получить на выходе портрет нового человека, нового благополучного человека, человека с определенными ценностями, который способен двигать дальше и экономику, и науку, и все другие отрасли. Ну, собственно говоря, вы говорите о чем? То, что мы, когда начинали делать стандарт, нарисовали портрет выпускника, да? То есть человек, который обладает, вот сегодня мы должны делать портрет выпускника школы, вуза цифрового века. Если дадите еще пару минут буквально. Буквально в феврале, пару месяцев назад, завершилось исследование, которое Сбербанк делал с другой консалтинговой компанией, которое называется, в общем, исследование посвящено предпочтениям молодого поколения и вообще портрету молодого поколения, так называемых миллениалов. Оно широко распространилось по интернету, возможно, кто-то из вас видел его. И вот там любопытные вещи вскрываются, я не буду все из них приводить, но некоторые из них, которые касаются непосредственно вот нашей с вами темы, то есть школьного образования. Впервые, по сути, в истории учитель и школа перестали быть для ребенка топовым авторитетом. То есть все то, что рассказывает учитель, ребенок может гораздо быстрее получить из других источников прямо в процессе урока. А то, что знает учитель информатики, может проигрывать тому, что знает кто-то из его учеников. И так далее. То есть вот эта вот модель исторически сложившаяся, она впервые подробно. Вы говорите о том, что произошло. Что мы попали в ситуацию, во-первых, глобальной сети и всеобщей доступности образования. И тогда полностью меняются функции, конечно, и школы, и учителя. Вот я, к сожалению, не был на дискуссии по школе 21 века, но это так. Но обратите внимание, вот вначале говорили про банк, про убер. И мы должны понимать, что та же самая уберизация, да, она применима сейчас ко многим трослям, в том числе и к образованию. Вот это очень серьезный вызов, который сегодня стоит перед образованием. Ну вот, коллеги, я лет пять назад, наверное, с Альбертом Харисовичем, он тогда был министром образования Республики Татарстан. И он первым в нашей стране начал серьезно заниматься тем, что мы сегодня называем глобальными навыками. И, в частности, проникся понятием лидерства. И будучи министром по субботам, если я правильно помню, вел уроки в школах по лидерству. Меня пытался к этому делу привлечь, но безуспешно. И в итоге это вылилось в такой фундаментальный труд под названием методическое пособие, я бы сказал, уроки лидерства. Давалась ему книжка нелегко, лет пять он ее писал вместе с своими коллегами. Альберт Харисович, пожалуйста, вам слово. Дорогие коллеги, добрый день. Я бы хотел этот короткий фрагмент нашей встречи начать, знаете, с очень простого вопроса. Здесь все люди связаны, ну, подавляющее большинство из вас со школьным образованием. И мы знаем, что в школах преподаются десятки предметов. Математики, языки, история, общество, знания и так далее. У меня к вам немножко провокационный вопрос. Какой урок, как вы считаете, самый главный в школе? Какой? Никакой? Все, все главные уроки. Но, вы знаете, я согласен с вашим ответом. Но, тем не менее, вот Александр Михайлович сказал, что я, в общем-то, человек сугубо университетский, все же и в университетах. И сейчас выглавляю университет, но так получилось, что около четырех лет я очень плотно занимался школьным образованием, его развитием в Республике Тарстан. Мы немало сделали. И поэтому, как бы, погрузился в эту тему. Я могу сказать, что есть один урок, самый главный в школе, при всем огромном уважении ко всем другим урокам. Этот урок действительно, по моему твердому убеждению, вот эти уроки лидерства. Они самые главные. А их у нас вообще нет в школе. Альберт Хачачевич, то есть готовим всех лидеров, да? Директоров, министров, премьер-министров? Нет, нет. Это зависит... Вот теперь у меня будет к вам второй вопрос, коллеги. Кто такой лидер? Ну, ладно, поскольку времени немного, значит, я забегая вперед скажу, что ученые насчитали 86 определений лидерства. Это зависит от дефиниции. Кто-то говорит, что лидером могут быть там 2-3-4 процента населения, отчасти они правы. Лидерами там нации, корпорации и так далее можно только родиться. Но в этой книге и, наверное, в школе мы это понятие должны трактовать гораздо шире. Так вот, в рамках вот этого курса, о котором говорил Александр Михайлович, лидер – это любой человек. А я напомню, что слово лидер происходит от английского глагола to lead – вести, да? Это человек, который ведет. Ведет либо огромные нации, коллективы и так далее. Так вот, мы понимаем под лидерством любого человека, который берет ответственность на себя за свою жизнь, за ее успешность и ведет себя по жизни сам. Если так, то лидерство – это действительно компетенция абсолютно массовая. Теперь смотрите, вот это действительно курс. Я по субботам работал учителем в течение 4 лет. А, нет, бру, я год работал учителем по субботам, да. Вот мы это все пробовали. Это все действительно очень нужно. И чем больше я в эту тему погружался, тем более убеждался, что это самый важный курс для нашей школы. Почему? Потому что он самый базовый. Под заголовок этой книги – курс личностного развития. Потому что какие бы компетенции мы ни формировали, особенно для такого бурно-динамичного меняющего 21 века, все равно в основе будет личность ребенка. И такие моменты, как его фундаментальные принципы жизненные, осознает человек это или нет, у него все равно есть принципы. Беспринципность – это тоже принцип. Значит, целеполагание, самооценка высокая, самоорганизация, умение управлять своим временем, эффективные устные письменные коммуникации, умение ладить с людьми, разрешать конфликты и так далее. Вот это основа основ. Если это есть, то любые знания по математике, по языкам, по истории, они лягут очень легко. Если вы проанализируете, вот я приведу абсолютно один конкретный пример. Буквально позавчера я встречался со своими студентами, которых мы отправляем из университета на семестровую стажировку в Германию. Значит, там требования, они участники магистрской программы и должны знать английский язык не ниже, чем 6.0 по IELTS. Ну, вы это знаете. Значит, мои ребятишки значительную часть дали на 5.5, и им кто-то сказал, что этого достаточно. Этого достаточно для краткосрочного, там, месячного пребывания, но для магистрской программы недостаточно. И когда я с ними встречаюсь, я им объясняю. Ребята, нужно же 6.0? Они говорят, это об их речи. Нам сказали, что 5.5 достаточно, чего мы дальше должны париться? Это трагедия на самом деле. Знаете почему? Потому что они искренне считают, что английский язык им нужен для того, чтобы галочку поставить. И когда им объясняешь, что их английский никому, кроме них самих, не нужен, и что это та опора, на которой они там дальше будут развиваться все оставшиеся, либо всю жизнь спотыкаться об этом. И вот когда я это им объясняю, за 5 минут у них пелена с глаз спадает, и через месяц все они сдали на 6.0 и выше. Поэтому вот эти вещи, они крайне важны. Если основа здоровая, все остальное строится, и строится хорошо и успешно. Спасибо. Спасибо большое. Вот я очень рад тому, пытался спровоцировать, не получилось. Альбер Хадьевич сам рассказал. Быть лидером, это прежде всего быть всесторонне развитой личностью, да, лидером во всем. Вот еще один коллега, который с нами здесь присутствует, Михаил Геннадьевич Мокринский, в свое время лучший директор России, а сейчас он директор новой школы. Школа пока, правда, еще не открылась, но удивительная история создания этой школы. Я вам очень рекомендую просто с этим тоже познакомиться, как правильно строить школу. Михаил Геннадьевич, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Действительно, про ту школу, которую сейчас упомянул Александр Михайлович, есть одно очень важное отличие от всего, чем я занимался прежде. Это школа, создание которой началось за 4 года до открытия. Началось с изучения международного опыта, с создания системы профессиональной подготовки своей собственной, с написания программ и с того, что есть несколько проектов того, как эти программы используются и адаптируются в разных школах. То есть, к моменту, собственно, открытия школы в сентябре 2018 года, у этой школы будет двухлетний опыт преподавания по своим программам, трехлетний опыт обучения учителей формирования коллектива и четырех-четырех с половиной летний опыт исследований в сфере образования. Почему это оказывается нужным и почему это имеет отношение к сегодняшней теме? Потому что нам надо, где-то достраивая, доналаживая образовательные модели школ и встраивая их в то пространство образовательное, которое адекватно законодательству и образовательной политике Российской Федерации с одной стороны, и тенденциям в мире образования международным с другой стороны, надо находить, какие системные решения нужны и где системные проблемы, которые надо сначала обнаружить и потом научиться преодолевать. И все это, безусловно, про навыки 21 века и про компетенции. Потому что это самая мало структурированная, самая незнакомая и самая труднодостижимая задача из того, что должно быть новым качеством образования современной школы. Хочу сказать о трех важных наблюдениях, которые вот в этой истории создания школы с учетом всех современных международных требований были самыми болезненными, а значит, будут нужными всем коллегам. Итак, первое. Это правильная подготовка учителей. Она состоит не просто в том, что мы просканировали и всем придется просканировать, из какого набора инструментов состоит сегодняшний образовательный процесс и чему надо научить учителя. Она состоит, пожалуй, из двух основных уроков. Первое. Надо добиться того, чтобы те навыки и компетенции, о которых мы говорим, понимались абсолютно единым образом для ученика и для учителя. Это разные ступеньки одной и той же лестницы. И человек, который считает, что он может не владеть всеми навыками, всеми компетенциями, которыми должен владеть на выходе ученик, и не понимает, как соотносить уровень владения этими компетенциями свой учительского коллектива и ученика, это человек, который, первое, может сделать очень серьезные ошибки, и тут ключевое слово «может», а второе, он точно не может, а сделает еще одну ошибку, он постарается передоверить своим коллегам то, что делал должен сам, то, в чем сам непременно должен участвовать. И это нормальная закономерность. Если ты знаешь, какие компетенции и навыки понадобятся творчески работающему профессионалу, в том числе и учителю, ты обязан брать на себя ответственность за решение этой задачи. Если ты не уверен и говоришь, вот здесь знаю, вот здесь не знаю, все, позиция предсказуема. Ты часть работы делаешь сам, а про остальное говоришь, наверное, сделает кто-нибудь другой. Не сделает. Не сделает совершенно точно, потому что фактически эта работа сродни заплетанию косички. Ты должен переплетать содержательные, организационно-деятельностные задачи, и те задачи, которые направлены на формирование компетенций в одном и том же времени, в одном и том же планировании, в одном и том же учебном процессе. Если ты хотя бы чего-то из этого не хочешь делать, потому что недопонимаешь, все пропало. Итак, два вывода про учителя. Первое – это единая система учитель-ученик. Второе – учитель свою карьеру, а значит и карьеру ученика, строит не по одной восходящей линии компетенции, не строится в расчете на то, что высшая точка – это человек, защитивший творческую, системную, исследовательскую диссертацию. Это одна из линий сборки, есть другие. История вторая. Правильная перестройка программы. Когда я о ней думаю, приходит в голову учебник по экономике, который я когда-то тщательно изучал в 90-е годы. В одном из них попался пример, очень близкий к тому, как немного экономики знал советский человек. Советский человек сталкивался с чудесным квазиэкономическим примером. Семья купила 6 соток и собирается на нем строить дом. При этом в 99,9% нет централизованного планирования, нет централизованных строительных компаний, нет опыта планирования проектов. То есть ты не знаешь, как будешь управлять тем, что будет происходить. И анализ того, что имеет место быть в этом случае, в 99 случаях и 100 заканчивается тем, что когда через 5-7 лет семью построившую уже дом опрашивают, скажите, что это было? Семья отвечает, это был ад. Вы еще раз ввязались бы в эту историю, если бы вам сейчас, когда вы знаете все, что прошли, сказали, что это надо повторить? Две трети или восемь десяток говорят, нет, никогда. Ад, в котором ты не знаешь, как ты будешь управлять процессом, повторять не хочется. И вот, когда я говорю о правильной перестройке учебной программы, я говорю о том, что большая часть событий в образовании с большим объемом изменений происходит именно так. Представьте только 4 процесса. Надо отрезать лишнее содержание, добавить новое содержание, надо распределить то, что связано с времязатратными технологиями, формирующие умения и компетенции по урокам, по последовательности, по метапредметным связям. И надо согласовать их взаимную опору в том, как они будут формироваться и закрепляться. Вот только эти 4 процесса, представьте, что вы их делаете на уроке, и вам вполне комфортно. Представьте, что вы один раз их делаете в школе, это еще не паника, но паника начнется, когда вы начнете это делать втроем, в четвером, в пятером. А когда вы это делаете за тех, кто это не доделал в Министерстве образования в 90-е годы, когда вы делаете, понимая, что это делается после изучения скрупулезного международного опыта, и понимаете, что это изучение, это поездки сотен делегаций в тысячи мест, где такая работа проведена, а вы пользуетесь обрывками этого опыта, то вот вам вторая история, правильное построение программы, это ад. Ну и третье, для того, чтобы... Так, 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 вы чего пугаете народ-то? Для того, чтобы потом дать... Ваша довольная физиономия вообще-то не предполагает длительное пребывание в аду. Если сначала не напугал себя, то потом не помог ни себе, ни другим. А, то есть после ада вот такая радостная... После ада есть выход, который, если бы я не помянул ад, мог бы сам показаться чем-то странным и напрягающим. Я уверен, что одним из средств решения этой проблемы на пути к формированию умений и компетенций является то, что можно специально, очень провокативно назвать бюрократическая революция в образовании. Бюрократическая революция не в смысле освобождения от бюрократии, а в смысле привнесения в школу осмысленной и нужной бюрократии, потому что для того, чтобы этот ад преодолеть, нужна одна огромная система работы, которая требует от учителей того, что они часто не делают. Управленческих усилий по согласованию всего со всем. Ну, здесь, Михаил Георгиевич, вот смотрите, два вопроса, которые я хочу сразу же обратить внимание. Во-первых, вот эта управленческая система, которая обеспечивает согласование всех со всеми, это, конечно, цифровая платформа, которая просто облегчает решение этой задачи. В противном случае, это адский труд учителя со всеми вытекающими последствиями. Это первый момент. Второй момент. Вот Андрей Константинович у нас вначале сказал о том, что знание учителя зачастую меньше... Ну, слово загуглиться мы все уже знаем, уберизация тоже познакомились. Тогда где же вот та самая фишка, да, которая и позволяет педагогу, учителю сохранять свой статус и, собственно говоря, его даже повышать? Школа-социальный институт. И школа обязана лидировать в социально-культурных процессах. Если мы понимаем, что компетенции и умения недостаточно понятые, недостаточно сформированные, сегодня ахиллесово пята школьных коллективов, которые не умеют лидировать в образовательных процессах, потому что не умеют этого формировать, то перенастройка выглядит ровно следующим образом. Для того, чтобы были решены вот эти вот задачи школа в социуме и культуре, мы должны понимать, что есть две большие группы проблем, которые предстоит решить. Первое. Школа должна скомпенсировать то, что не будет решать ни один другой социальный и рыночный институт. А это компенсация того, что мы обучаем и воспитываем толпы хорошо подготовленных потребителей, которых как потребителей сформировали, которых сформировали как членов вот этого самого процесса рыночной экономики, но они должны быть грамотными потребителями, у которых есть смысл потребления. И вторая линия. Они должны быть в чем-то лидерами, потому что лидеры досугового образа жизни и лидеры потребления – это вот то, что может делать кто угодно, а школа обязана это исправить. Итак, компенсация и лидерство в том, какой образ жизни, какая культура, какая включенность в экономику, какое понимание своего места в производственных процессах, самоутверждении и так далее – это место школы, это обязанность аналитики школы, технологии, которые она находит, и лидерской роли школы как социального института в современном обществе. Михаил Григорьевич, а можно вопрос задать? Вот все-таки через год школа открывается, у вас же экспериментальные классы идут. А вот из каких педвузов вы набирали учителей, обладающих такими навыками? Из тех, которые не испортили талантливых ребят. Вот, коллеги, понятно, ну, я мог, да? Понятно, что, к сожалению, вот этот разрыв между системой педобразования и реальностью, которая сегодня есть в классе, наверное, самая серьезная проблема. Вот, кстати, Альберт Харевич, а вот как ректор передового вуза, исследовательского, аэрокосмического, ну и так далее, вот вы получаете продукт средней школы. Вот чем вы довольны, а чем вы недовольны? Вот можно на втором сакцентировать внимание, потому что вы заказчик по отношению к системе школьного образования. Ну, к сожалению, я должен сказать, что каких-то особых радостей от поступающих абитуриентов мы не испытываем. Хотя, конечно, есть самые разные ребята, всегда были, если будут, очень одаренные, талантливые. Но в массе своей, конечно, школа, к сожалению, свелась к примитивному натаскиванию на ЕГЭ. Это реальность жизни. И это очень грустно и очень неправильно. Значит, чего не хватает? Вот, кстати, исходя из этого посыла, год назад мы открыли инженерный лицей. При нашем... Фишка заключается в том, что это лицей не при университете, а это лицей нашего университета. И учителя лицей являются вот моими сотрудниками. Они являются сотрудниками университета. Кстати, когда будете в Казани, добро пожаловать, приезжайте, покажем. Все, кто приходит, ну, уходит с самыми яркими впечатлениями. Поэтому мы сами взялись за подготовку... То есть спасение утопающих? Ну, где-то так, да. Мы этих детишек учим, кстати, учим лидерству тоже. И второе, чего не хватает, это мое твердое убеждение. И отсюда произрастают все корни, но не хватает какого-то базового понимания. Ведь, смотрите, трагедия школьного образования нашей заключается в том, что дети считают, что он учится для того, чтобы получить там максимально высокий балл ЕГЭ. Но не в этом же смысл образования. Не в этом. Надо вот все правильно стоять на свои места. И, кстати, об этом написано. Поэтому, если вы спрашиваете, чего не хватает, с моей точки зрения, тем студентам, которые к нам приходят, да, им не хватает качественного знания прежде всего по физике. Математику худо-бедно им дают, но с физикой это просто беда. Значит, им не хватает умения грамотно писать. У них беда и с русским языком, к сожалению. Они 10 лет изучают иностранный язык, не могут внятно на нем общаться и так далее. И плюс, у них не хватает компетенций, которые являются базовыми не только для образования, но и для жизни вообще. Поэтому... Но зато сдали ЕГЭ, поступили к вам. Зато сдали ЕГЭ, да. Но это в принципе неправильно. Мы это пытаемся поправлять сначала в своем лице, а потом доправить это уже в университете. А детский сад не планируете? Пока нет. Кстати, по детскому саду, когда вот очень много раздается голосов, вот надо, начиная с детского сада, там робототехнику и так далее, вот это мне точно кажется неправильным. По очень простой причине. Потому что у детского сада есть две простые задачи. Чтобы ребенок был, а, физически здоров, и, б, психически здоров. Если у него это есть, все остальное выстроится. Он 11 лет будет учиться в школе. Это огромная, это целая жизнь. Спасибо большое. Григорий Ефимович, вам слово. Директор удивительно и интересного лицея Балмутского. Тоже директор года, да? Или столетия? Разберемся. Я сейчас назову три цифры. 1400, запомните их. 144 тысячи. И до 9 миллионов. А теперь прокомментирую. 1400 просмотров. Это, мы специально посмотрели, опыты, интереснейшие опыты по физике, которые представлены в интернете. И, как предположил коллега, наши дети спокойно могут пользоваться из интернета знаниями вместо учителя или даже получать более, чем знает учитель. Возможно. Но вот цифры. Теперь 144 тысячи просмотров в интернете шикарно, талантливейшие прочитанные стихи Есенина Безруковым. А теперь до 9 миллионов. Я назову имена этих героев. Екатерина Клэп. Олег Брайн. Иван Гай. Ну, так далее. Я думаю, вы догадались, о ком идет речь. Вы знаете, это блогеры. Вот совсем недавно, буквально вчера, у нас в школе проходило правительственное заседание правительственной комиссии по информационной безопасности, поэтому я так подготовлен к этому вопросу. И мы посмотрели, о чем говорят блогеры с нашими детьми. И обратите внимание, до 9 миллионов подписчиков. Ну, очень сложно все это комментировать, потому что я не нашел ответа на вопрос, что привлекательного в этой словесной шелухе. Но это мощная сила. Сила, которая формирует, сила, которая определяет, манипулирует и задает ориентиры. Вы знаете, очень интересный сегодня разговор, очень сложный разговор и очень важный разговор. Когда раньше меня спрашивали, какой должна быть школа, я отвечал одним словом, актуальной. Но вот сегодня я, наверное, еще добавлю, что школа должна быть думающей. Мы должны постоянно думать и постоянно искать ответы на те вызовы, которые есть. Теперь, что касается навыков и компетенций. Вот я бы очень не хотел, чтобы наше педагогическое сообщество превратило эти замечательные вещи в цель. Вот давайте любой ценой. Да, да, еще и под ЕГЭ подстроить. Не дай бог. То есть это все должно быть результатом. Результатом, который естественным путем формируется и определяется. Что мы делаем и что мы пытаемся делать? Спасибо Александру Михайловичу за добрые слова, сказанные в наш адрес. Прежде всего, если обобщить вот за эти большие и долгие годы, мы постарались школу сделать открытым институтом и привлекать как можно больше социальных партнеров для того, чтобы вот эта среда естественная, актуальная, которая сама по себе преобразует, была постоянно рядом. Григорь Михайлович, можно уточнить, кто такие социальные партнеры? Фамилии или отчества? Я с удовольствием. Я сейчас их назову, чтобы не забыть. Перечислите их поименно. Детская школа искусств, Лира, спортивная школа, Республиканский центр дистанционного обучения детей, Центр восстановления лечения детей Республиканской больницы, Морийский государственный университет, Республиканский колледж культуры и искусств, Центр переподготовки Кировской медицинской академии, профильный летний лагерь, значит, понятно, Республиканский центр по работе с одаренными детьми, некоммерческое партнерство содействия. Это за более чем 15 лет создалась удивительная среда, которая позволяет каждому ребенку в зависимости от того, какое место Бог его поцеловал, найти для себя актуальную сферу деятельности. Сегодня мы пошли дальше. Я назову этот термин, может быть, он покажется несколько странным, но мы понимаем, о чем идет речь. Социальный ко-брендинг. В центре этой идеи, поддержанный, кстати, нашим отделением Сбербанка, но не получившим оценку вот этого будущего вашего, видимо, недостаточно объяснили. Да. Значит, ну ничего, вы же не на один год, я думаю, зато Александр Михайлович молодец, значит, прошел первый тур. Я хочу сказать, что в этой идее заложен тот же самый смысл привлечения бизнес-партнеров, привлечения мощных производственных центров, которые будут заинтересованы в работе, системной работе, в том числе и с образовательными организациями. Я не буду долго сейчас об этом рассказывать, потому что это отдельная тема, но мы принцип этот транслируем, и тот результат, который мы сегодня видим, нас обнадеживает. Спасибо. Спасибо. Вот, коллеги, обратите внимание, с одной стороны, мы поговорили о том, что такое навыки и компетенции, выяснили про исследование, услышали про уберизацию. Ну, кстати говоря, Тинькофф банк, он покруче Сбера, да? Ну, в этом плане. В плане чего? Я имею в виду, в плане использования самых современных финансовых инструментов. Ну, наверное, это не тема этой сессии. Но дело заключается в том, что, конечно, должна быть конкуренция, да? И не может быть чего-то одного. Но вот я попросил двух директоров школ выступить. Один, который возглавляет свой лицей уже много-много лет, Бауманский лицейн, гремит на всю страну. И это открытая школа. Это школа, открытая к детям, это школа, открытая к семье, это школа, открытая к обществу, это школа, которая работает на родную республику, на город Яшкар-Ала. И от Григория Фимовича никогда не слышал слов о том, что он с гордостью говорит, что у него половина выпуска или 80% уехали в Москву. И вот те навыки и компетенции, они формируются обычным коллективом учителей, вот под руководством того самого лидера, это к вопросу о лидерстве. Михаил Геннадьевич, будущий директором лучшей школы России, ну, в силу сложившихся обстоятельств, не захотел он комплекс крупный возглавлять, решил создать новую школу вместе с Машковичем, прошел непростой путь общения с одним из наших миллиардеров, олигархов, которые, в общем-то, к школе относятся как к построению бизнеса, и он так кратенько сегодня рассказал, на пять минут, да, на самом деле сложнейшая работа в формировании педагогической концепции, управленческой концепции, понимание, кого выпустить на конце, а ему ни много, ни мало поставили, чтобы любой выпускник школы в Стэнфорд поступал. Хорошая задачка, да? Кого выпускает на конце? Альберт Харрисович, и как министр образования в прошлом, как ректор университета пришел к тому, что надо создать собственный лицей, работать на формирование тех самых личностных качеств. Мы стыдливо говорили в 90-е годы, всестороннее развитие личности это что-то там из коммунистической идеологии, а к чему в итоге мы пришли? Я тут две недели назад порадовал пермскую аудиторию, помните, в первом ЕГЭ был такой замечательный вопрос, цвет глаз Наташи Ростовой. Ну, такое серьезное, глубокое знание Льва Толстого, но должен знать человек. Набрали в интернете, тут же нам вывалили, что она была черноокой. Понимаете, в чем дело? Сложнейшие задачи. И здесь сегодня собираются, вы видите, и бизнес, и образование, и многие другие. и говорят не о том, что нам нужен отличник ЕГЭ, или супер-ВПРщик, или ЗПРщик, а нужен ребенок, который является личностью, который понимает свою самоценность, ценность других людей, ценность общества, в котором он живет, способен к самоактуализации, развитию, саморазвитию. И, конечно, сегодня все это решается с использованием сложнейших цифровых платформ. Вот, в частности, нас уже похвалил, Григорий Ефимович, мобильное и электронное образование, которое помогает педагогам, во-первых, быть на одной планочке с детьми, ну, с точки зрения знаний, использования цифровых инструментов, а с другой стороны, и формировать те самые личности, и заставлять сердца петь. Алан, несколько слов. Здравствуйте, коллеги. У нас всех касалось школьное образование. Вас в большей степени не в меньшей, но, тем не менее. Есть очень много задач формирования личности, перехода от знаневой модели к деятельностной. Индивидуализация обучения. Все это нам, говорят, делать в условиях массовой школы. Когда денег нет, ну, вы держитесь. А если совсем худо, идите в бизнес. И, по моему послевкусию, всегда вот учителя, директора приходят сюда, на ММСО, в ожидании маны небесной, выходят с ощущением манной каши. Давайте поговорим о чем-то более приземленном и конкретном, если позволите. Во-первых, я считаю, что кроме вот таких абстрактно-глобальных проблем в российском образовании, есть очень такие утилитарные задачи. Тоже обширные, масштабные, но, тем не менее. Во-первых, нам надо понять, как в условиях массовой школы и при дефиците денег действительно обеспечить ту самую индивидуализацию обучения. Это раз. Во-вторых, мы живем на этапе слома, когда между субъектами России нарастает не только разрыв культурный, образовательный, но уже, можно говорить, цивилизационный. Никто этого не замечает. Поэтому надо задуматься о формировании единства образовательного пространства России. Пока не поздно. Ну и третья тема, безусловно, тоже, на мой взгляд, очень важная. Как сделать так, чтобы вот это громадео всех платформ и всего-всего самого передового лучшего действительно помогал учителю. Потому что на данный момент в образовательном процессе самое бесправное, забитое существо, извините, это учитель. И все новые технологии это не благо для учителя, а, скорее всего, дополнительная обязанность, дополнительная нагрузка. И вот как сделать так, как сделать так, чтобы самые передовые цифровые платформы и так далее, как сделать так, чтобы они не превращались в какие-то химеры, которые, а, не летают, б, очень сильно усложняют учителю жизнь. И создается парадокс. Парадокс, когда внедрение новых технологий влечет за собой только одно. Не повышение качества образования, а то, что учителю, ну, совсем, вот окончательно, уже невозможно учить. Вот все, что угодно, кроме образовательного процесса. Вот что делать? Смотрите, самое главное, что мы должны сделать, понять, что платформенный подход, когда мы, вот имея там много денег, там много дури, пропорционально деньгам, может быть, непропорционально, сейчас вот забацаем единую платформу, всех туда подключим, и будет всем счастье. Ну, вот как Москва. Это не работает. Это не работает. И вот я бы на их месте, на стенде не написал, что у них самое лучшее образование. Это как минимум не скромно, а как максимум неправда. Надо формировать цифровую образовательную экосистему. Никаких единых платформ, никаких централизованных решений, никакой коррупции, никакого распила. Цифровая образовательная экосистема, которая позволяет самому учителю выбирать тот инструментарий, который ему нужен для работы, который позволит облегчить его участь, его долю. При Некрасове была доля женская на Руси, сейчас доля педагогическая. И непонятно, что печальнее. Цифровая экосистема. Гоните в шею всех, кто вам говорит о платформах. Цифровая экосистема. Вот Александр Михайлович Хондаков является мастодонтом нашего образования. И мне очень печально... Динозавром или мастодонтом? Да, мастодонтом. Это наш уважаемый, не только эксперт, но и уважаемый старший, наставник. Я многому у него учусь. Но почему его подходы, его идеи слышим только мы? Почему их не слышно в больших кабинетах? Вот, к примеру. Вот недавно была экспертная сессия при Аналитическом центре правительства России. А вы знаете, кто занимается формированием цифровой образовательной среды в общем образовании? Оказывается, этим занимается департамент высшего образования. Парень, который два дня, вот, приступил два дня назад к исполнению своих обязанностей, ему сказали, отныне, вот, нарекаем вас электронной средой, делайте все, что хотите. Вот, и так далее, и так далее. Вот уровень бреда, вот это лавинообразно, лавинообразно, она нарастает. И на острие атаки учитель. Его прессуют все, учителя, коллеги, которые получают меньшее стимулирование. Да, чем? Его прессуют родители. Вот карикатура, когда в 70-е годы все ругали ребенка, почему у тебя двойка? А сейчас прибегают к учителю, говорят, почему у него ребенка двойка? Все, все, все прессуют учителя. Вот как сын учителя с 36-летним стажем мне больно и горько. Поэтому мы знаем, что делать. Мы за цифровую экосистему, мы за равноправие как минимум всех участников образовательного процесса. Я уже не говорю, что учитель вершина там чего бы то ни было. Давайте хотя бы поговорим о равноправии. И вот чтобы это обеспечить, и чтобы дать учителю возможность самому выбирать то, что ему надо, потому что в конце концов он отвечает за результат, так дайте ему возможность выдохнуть, дайте ему возможность выбрать самому, что ему надо. И он точно знает, как учить детей, он точно знает, что лучше для его детей. А тот чиновник, который что-то насаждает, как правило, тоже заботится о детях, но только о своих, которые получают образование за океаном. Так, Алан, у нас время. Все, у меня все. Спасибо. Уважаемые коллеги, три минуты осталось. Понятно, что боли много, но тем не менее, вот Григорий Федорович провел короткий опрос населения, и мы с вами очень хорошо понимаем, хотим мы, не хотим, но мы сами живем в сети. Исследование последнее 2012 года, последнее исследование 2012 года показало, что 81% населения страны живет в сетях. Понятно, что наши дети, кстати, последнее исследование информатизации системы образования 2009 года, что наши дети живут в сетях. 26 марта это очень ярко продемонстрировало. И когда мы сегодня говорим об образовании, мы должны понимать, что оно принимает сетевую форму, это та самая экосистема, это образовательная сеть, социальная образовательная сеть. И наша задача ее сформировать, сделать ее привлекательной, сделать ее интересной, сделать это средой формирования и личностных качеств, и компетенций, и базовых знаний умения ребенка, возможности его развития. Вот сегодня, и Михаил Геннадьевич говорил об этом, но не назвал впрямую, Альберт Хареш, Григорий Фимович, сегодня развитие ребенка в сетях происходит в единственной урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, внутри семейной. И это наша задача создать эти сети, научиться управлять формированием сетевой идентичности каждого ребенка, формирование его будущей успешности, чтобы не ахать и не ухать, что самое простое по результату, потому что проще поставить барьер, рогатку, скамейку, прокси-сервера в школе, а в этот момент из кармана достает, на 4G получается все, что хочет, а не формировать сетевую культуру, цифровую культуру, коммуникативную культуру, все те качества, которые обеспечивают успешность человека в 21 веке. Большое спасибо Сбербанку за их исследование. На самом деле, очень интересно, вот этот 30 качеств, да? 30, да, цифрового. Гриф Горьфимович, вам еще раз спасибо. Михаил Геннадьевич, Альберт Харевич, трудно вытащить директора крупнейшего вуза, да, но вот он с удовольствием приехал, посвятил хорошую часть своей жизни написанию вот этого курса для детей. Думаю, для всех это будет очень интересно. Михаил Геннадьевич, который создает сейчас школу, куда все в Стэнфорд пойдут, а не только в МГУ, поверьте, непростая задачка, удивительно интересная команда, удивительно интересная образовательная программа, Алан, который у нас радеет за судьбу образования больше всех нас. Мы открыли сквозной спецпроект «Цифровое образование матрицы возможностей». Я вас приглашаю на все последующие секции. Сегодня мы еще поговорим о цифровых учебниках, электронных учебниках.